Поздравляем вас. У вас первое место, Наталья вторая. Третье место. Я не успел. Инициалы были ЕГ. Вот можно сразу посмотреть, кто как отвечал. Я сейчас посмотрю, какое среднее количество правильных ответов. И почему это были очень каверзные вопросы, конечно, особенно ближе к концу. И я могу объяснить, почему. Буквально не могу себе отказать в удовольствии, тем более у нас есть там практически три минуты. Почему эти вопросы были каверзные? Потому что они наталкивали применение стандартных на применение стандартных методов, а на самом деле были нестандартные. И, конечно, всегда такого сорта ответа вызывают неудовольствие, возмущение и споры. Но я никогда не спорю. Вот смотрите, первый вопрос, 82 неправильных ответа. На столе сидит 10 мух, я прихлопнул 3 из них. Сколько мух осталось на столе? Ну, значит, конечно, хочется применить правила математики, мы же все владеем и хотим продемонстрировать это. Но, скорее всего, 7 мух, которые стали живы, улетели, потому что можно вареных яиц есть на пустой желудок. Только одно, потому что потом вы уже будете не совсем, не абсолютно пустой желудок у вас будет. Ну, на этот половина правильно, половина неправильно. Но тут начинается уже немножко вопрос с подвохом. Половина, да, сколько нужно бревно распилить на 5 частей, сколько потребуется, если на 1-5 минут так хочется умножить 5 на 5, чтобы получить 25. Нас учили, ну, совсем не так, только 4 распила дадут 5 кусков. Поэтому правильный ответ 20 минут. Вот трудный был вопрос, но это в моем, я бы сказал так, хит-параде. Это, ну, наверное, третий метод. Ниаг собирает курить и делает из них полноценные сигареты, которую он или она выкуривает. И в один счастливый день удалось найти 49 окурков, сколько сигарет выкурил он или она. Всегда очень трудно быть политически корректным. Так хочется сказать он, когда речь идет о несчастном человеке, а не она. Тем не менее, хочется 49 разделить на 7. Это ведь так просто, да? И все было хорошо, если бы мы не подумали немножко, вот, как говорится, out of the box. И поняли, что после того, как сигарет курит, останется опять 7 окурков, из которых еще одну сигарету можно сделать. Поэтому правильный ответ 8. Очень трудно, видите, получилось, 84 человека ответили неправильно. Вот это был очень забавный вопрос. Дело в том, что в нем не было никакого подвоха, абсолютно никакого подвоха. И в нем-то надо было просто умножить 4 на сколько там, на 4, 4 человека, на 4 на 4 получить 16. Но поскольку многие люди ждут какого подвоха, какого-то, поскольку привыкли, они пытаются найти необычный ответ. Вот посмотрите, пожалуйста, вот когда психология нас давит, то 31 человек из 88 не смогли умножить 4 на 4. Не смогли, потому что у них что-то психологически давило. Это такой, значит, ну, хитрый вопрос. Я его использую, конечно, чтобы продемонстрировать очень забавную ситуацию, что те, кто хорошо креативно действует, обычно они могут делать стандартные задачи. То есть обычно статистика, и это большие данные, показывает, что те, кто хорошо отвечает на нестандартные, выбиваются. Это такой противовес. Те, кто очень креативно, не может делать стандартную работу. Те, кто хорошо делает стандартную работу, у них проблемы с креативностью. Каждый должен делать то, что получается лучше всего. Ну, вопрос про мясо. Очень трудный особенно, потому что сразу возникает вопрос, особенно в таких странах, где знают, как хорошо, что делать с мясом. Как его правильно готовить, значит, но при всей моей иронии вопрос имеет прямейшее отношение к, скажем там, к оптимизации производственных процессов. Итак, есть три заготовки. Для того, чтобы обработать каждую сторону из них, нужно пять минут. Но, к сожалению, станок, значит, выдерживает, может произвести только две. Держать одно время. Сколько потребуется времени, чтобы сделать все заготовки? Я так его переформулирую. И хочется, как сказать, это наши, то, что мы делаем, блинчики какие-нибудь, каждое утро хочется, ну как, ну, положили так пять минут, так пять минут, потом один, так пять минут и так пять минут. И получается вроде бы двадцать. Пятнадцать – правильный ответ. Если мы хитрее немножко их жарим. Но это уже то, где, как сказать, это такой же высший пилотаж креативности. Смотрите, можно положить две. Пожарили пять минут, перевернули, одну положили в сторону. Положили новый. Еще пять минут. Этот уже готов, этот убрали, этот перевернули, этот вернули. И получилось пятнадцать минут. Ну, кому это кажется магией, я могу в чате отдельно объяснить. Еще одна задачка, которая мне ужасно нравится, ну, это, наверное, да, номер три, номер два в моем хит-параде. Стоит три тома какого-нибудь поэта. Ну, например, Пушкина. Ну, Пушкина читают, ну, скажем, Державина уже мало кто знает об этом поэте. Времен Пушкина у людей случается тот самый катарсис и слезы очищения, когда действительно они понимают, что правильный ответ пятьсот. И я не буду долго объяснять, я скажу только так, что если у вас есть книга, вот она стоит на полке, вот так вот, один, два, три, то у нее первая страница вот здесь, а последняя страница вот здесь. Поэтому если три тома стоят подряд, то если он проел с первой страницы первого до последней страницы последнего, он съел всего 500 страниц. Он съел один том. Потрясающе. То есть это настолько противоречит нашей интуиции, нашему пониманию о том, что это Солнце крутится вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, что это производит обычное впечатление. Очень красивая задача тоже, потому что, ой, 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 ну да, можно так сказать, что, значит, что надо, я испек торт, и не знаю точно, сколько придет человек, четыре или пять, насколько, какое минимальное количество кусков. Я должен нарезать мой торт заранее, чтобы в любом случае при любом приходе говорить, что так хочется на пять, потому что нас учили в школе, это наибольшее общее произведение, 20, точнее, наименьшее общее произведение. Но мы почему-то в мозгу все время делим на одинаковое количество, на равные кусочки. А если резать не на равное количество кусочков, я не буду показывать, как, но можно, оказывается, всего восемь. О, смотрите, появился торт на экране. Очень хорошо, магическим образом. Оказывается, можно всего на восемь кусков, и это потрясает. Анастасия, вы, может, потратите силы и нарисуете, как надо резать? Я вижу, это вы стараетесь. Ну, хорошо, рисуйте. А, вы прям рисуете, да? Я вот не вижу, вы красным рисуете. Я уже рисовала, как ты брала это. Да? Посмотрите, пожалуйста. Но я хочу обратить ваше внимание, это шуточки, как бы, такие. Задача-то шутливая, в общем-то, хотя многие приглашают гостей и режут торт. Но в производстве может оказаться исключительно важно. Да, вот Анастасия показывает, что мы режем на четыре больших куска, а один кусок, четвертый, делим на… То есть вы поделили опять на четыре, да? Не так, наоборот. Мы делим торт на пять больших кусков, а пятый кусок делим на четыре маленьких. Вот так что… Ну, наоборот, да. Да, допустим, несимметричные, неодинаковые кусочки, оказывается, позволяют разрезать всего на девять. На, извините, на восемь кусков. Чувствуете, если речь идет о производстве, какая разница технологическая? Резать на двадцать заранее или на девять? Это же намного, намного проще. Ну и тоже, но это частые задачи используются на уроке математики. Наше производство отличие трудное. Оказывается, получится так. Мне очень нравится этот вопрос, когда отвечают, я устал, ничего, и хочу домой. Четыре человека ответили, что они ничего не хотят. Оказывается, 50 килограмм. Всего лишь на один процент, если уменьшится содержание влаги в огурцах, которые состоят на 99% из воды, на один процент уменьшится содержание влаги, и их масса сразу станет 50 килограмм. Я всегда очень трудно объяснять, я использую пример, который мне мой аспирант подсказал. Вы знаете, станцию в 100 метров, то один метр – это один процент от 100 метров, но это уже 2 процента от 50. Смотрите, 100 и 50. В общем, такой необычный ответ. Здесь абсолютно правильно. Ну, как сказать, абсолютно все. Это было такое забавное упражнение. Мы хотели придумать, как сказать, некую, построить, как говорят режиссеры, сверхзадачу. Сверхзадача заключалась в том, чтобы показать, что основная проблема в том, чтобы мы стали делать что-то необычное, новое. Это наша собственная боязнь, наше собственное желание остаться в привычных, даже не то, что скажешь там условиях, а в привычном способе мыслить. Вот если мы будем планировать, скажем, там дистанционный класс, то мы, возможно, первое, что придумаем, так, как я прочитаю упражнение, дам студенту, и мы тем самым окажемся в том самом боксе, что планируя что-то новое, начинаем применять существующие понятия. Вот. Ну, что я хочу сказать. В целом, я вижу, что продемонстрировали вы 37 в среднем процентов от правильных ответов. Это выше, чем обычно. Обычно 35 правильных ответов, которые задают. Ну, я очень рад. Большое спасибо, что вы в этом поучаствовали, потому что для нас это тоже интересная информация. И первый раз мы участвуем так, чтобы больше 80 человек было. Все. Наверное, на этом мне нужно... Ну, даже, да, еще раз говорю, прежде чем я покину экран свой, что это хороший инструмент. Это уже... Я вам могу послать ссылку на эту же самую викторину. Могу послать ссылку на викторину на английском языке, и вы можете использовать ее в классе, потому что она, по-моему, живая, интересная. Обычно всегда очень живо проходит обсуждение. Люди не соглашаются, недовольны, вот, и ругаются, что это неправильно сформулированная задача. Я соглашаюсь, да, неправильно. Все хорошо. И еще раз поздравляем Ви, Италия, Наталью и Е и Ж. Кто-то, кто под псевдонимом Е и Ж, за прекрасный... Красно. До встречи.